С патриотизмом и патриотическим воспитанием в Беларуси, увы, не все так стабильно, как хотелось бы самому гаранту стабильности. Наличие патриотизма в крови активно демонстрируют лишь пропагандисты, депутаты, чиновники, силовики и идеологи. Красно-зеленый флаг не вызывает у беларусов требуемого трепета. Почти никто не помнит гимн из далекого советского прошлого и не ностальгирует по комсомольским временам. Особенно идеологически не подкована, по мнению Лукашенко, белорусская молодежь, неуважающая старшее поколение. Здесь диктатор наверняка имел в виду самого себя и не ценящая историческую правду. Хотя взрослым тоже досталось. Идеологическая и воспитательная работа, кажется, провалена. Или нет? О влиянии диалоги на белорусов и ее роли в обществе поговорим с медиаэкспертом и старшим аналитиком MediaIQ Павлюком Быковским. Смотрите, если говорить о идеологической работе и попытках обучить людей патриотизму в Беларуси, то тут есть несколько забавных вещей. С одной стороны, у нас есть целая система сверху вниз идеологических работников. Их много, с ними проводят совещания. В каждой более-менее крупной организации есть заместитель директора по идеологии, есть целая система идеологической работы. Но, как мы видим, Александр Лукашенко чем-то недоволен. С другой стороны, у нас есть целая система государственной пропаганды, на которую расходуются довольно крупные деньги. Да, конечно, можно сказать, что можно было расходовать больше денег. Например, россияне расходуют больше и в процентном отношении, и в абсолютных числах. Но, ладно, эти деньги тоже расходуются. Но при этом как-то получается так, что люди почему-то не так сильно хотят соответствовать идеологическим установкам, как их к этому призывают. Почему? Ну, во-первых, что такое родина и что такое патриотизм, не все люди понимают так же, как Александр Лукашенко и режим, который он представляет. Почему-то оказывается, что есть люди, которые родиной считают Беларусь, а не союзное государство, не какие-то другие, там, Советский Союз или что-то еще. И почему-то они хотят жить в этой стране. И они хотят, чтобы эта страна была устроена так, как им хотелось бы, а не Александр Лукашенко и его компанию. Тут уже получается идеологическое несоответствие, потому что если Лукашенко хотел бы, чтобы белорусы были русскими со знаком качества, то белорусы почему-то хотят быть белорусами. И это входит в некоторые противоречия. С другой стороны, все эти потуги организовать патриотическое воспитание, они почему-то какие-то деревянные, неинтересные. Людей без палки туда загнать довольно сложно. Это, наверное, о чем-то тоже говорит. Поскольку, если вспомнить молодые авторитарные, или, в первую очередь, авторитарные режимы, которые только-только приходили к власти, они даже иногда называли это революцией, и даже Александр Лукашенко когда-то называл это революцией, то, что он пришел в 1916 году к власти. Тогда у них были сторонники, и их количество могло возрастать. Но потом дальше оказывается, что людям не очень удобно жить с авторитарными режимами, и авторитарный режим начинает проявлять свою репрессивную функцию. Но вот сейчас уже Александр Лукашенко репрессивную функцию не прячет. По телевизору даже показывает, как они собираются задерживать людей из-за фотографирования бюллетеней в единый день голосования. Почему-то они считают, что люди будут выстраиваться в очереди, поджигать друг друга. Какие-то страшилки показывают. Это уже не говоря о том, что есть репрессии, которые происходят незримо, и о которых люди знают сами без помощи вот этой пропагандистской машины. Все это вместе ведет к тому, что одна картинка или одни потуги убедить людей, что нужно жить вот таким образом, не совпадают с тем, что люди видят своими глазами. Да, в чем-то людей можно обмануть, но не во всем. Технологически даже в сегодняшних условиях промыть мозги людям возможно. Потому что есть приемы, как те дубовые, как сейчас делают, с совещаниями или там с собраниями, где что-то рассказывают людям, а люди вдруг не задают никаких вопросов на этих идеологических совещаниях, что показывает, что, наверное, им было все-таки неинтересно. Вот. Так есть и другие подходы. В принципе, если бы правящий режим использовал творческие подходы, если бы у них была идея, которую они готовы были бы предлагать, настоящая идея, образ будущего, а не давайте оставим все, как было, и это очень хорошо, то это бы работало бы более эффективно. Но у них такого образа будущего нет. Поэтому это работает не так хорошо. Сейчас они выходят на молодежь, в том числе через военно-патриотическое воспитание. И во времена моего детства в панельском лагере играли в зерницу и не задумывались, что бы это значило. Сейчас, в принципе, организация работы с оружием детей происходит в летних лагерях, и это уже то, на что обращает внимание и международная организация. Ну и родителям это не очень нравится, что дети зачем-то автомат собирают, разбирают. И я говорю именно о детях, а не о подростках или будущих призывниках. Эти вещи люди понимают, что они как-то не соответствуют тому, что они считают правильным. Такие, ну, конечно, есть те, кому это нравится. Без этого не обходятся. Но в целом общество уже сильно изменилось. Но те поколения, которые сейчас руководят Беларусь, очень сильно оторвались от тех поколений, которые живут в Беларуси. От тех молодых поколений, которые родились в независимой Беларуси, сознательную жизнь ведут в независимой Беларуси. Родились, можно сказать, со смартфоном в руках, для которых сделать что-то онлайн намного проще, чем сходить в какое-то, не знаю, учреждение и потребовать что-то там. Вот. Этих людей много. Они, безусловно, не являются большинством. Беларусь стареющая страна, как и многие европейские страны. Но в целом разрыв между этими поколениями большой. И если я могу не понимать, что делает мой ребенок, это моя личная проблема. Я должен, как родитель, научиться это делать. Но если правитель не понимает, чем живут его, в данном случае, можно сказать, поднанные неграждане, потому что все-таки от выбора этих людей мало что зависит в принятии решений, то вот такой правитель может далеко зайти. И это вряд ли даже ему понравится. Следим за главными событиями в Беларуси каждый день в выпусках Маланка Ньюс и Маланка Регионы в 7 вечера и в 7 утра по белорусскому времени. Жмите на уведомления, чтобы не пропустить новые выпуски. А также подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. И спасибо за поддержку лайками. Субтитры создавал DimaTorzok